Без крови не обойтись, медики бьют тревогу. Стране срочно нужны доноры. Для функционирования системы здравоохранения на каждую тысячу человек населения необходимо 40 доноров. В России этот показатель пока равен 12. В нашем регионе доноров и того меньше, но их ценят и знают. Так, в начале июня трое штатных доноров Мирненской ЦРБ удостоили премии. Со словами благодарности к ним обратился вице-президент Алроса Иван Демьянов. Тему продолжит Наталья Николаева. Помогаю людям, помогаю себе. Девиз Надежды Лис. Она штатный донор Мирненской Центральной районной больницы. Несколько лет назад врачи рекомендовали женщине стать донором. Были проблемы со здоровьем. По словам Надежды, на это она долго не решалась. Сказался страх и недоверие к докторам. Спустя 6 лет она уверена, донором должен быть каждый. С 2010 года, как я донор, я не подвержена простудным заболеваниям. Любую простуду, например, в этом году был тяжелейший грипп, тяжелейшие простудные вирусы. Вы знаете, да, я почихала, ну что-то дня три. То есть это вот мой иммунитет настолько укрепился. Моему организму настолько нравится постоянное обновление. Во многих странах донорство – атрибут здорового образа жизни. Наряду с правильным питанием и занятиями спортом. Избыта крови – это нагрузка на сердце и сосуды. По данным медиков, донорство – хорошая профилактика инфарктов и инсультов. А еще это защита от кровопотери. По словам заведующей отделения переливания крови Людмилы Демченко, количество доноров за последние три года увеличилось. Сегодня сдают кровь 500 человек. Растет число и тех, кто впервые обратился в пункт переливания крови. Вот первично в прошлом году, то есть люди, которые первый раз пришли когда-либо к нам, было 129. Мы этих людей всегда приветствуем, рады. Кадровые доноры иногда обижаются, потому что больше внимания оказываем, потому что человек приходит, конечно, в стрессовые ситуации. И первый раз, когда человек приходит на расходеление, он себя ассоциирует с пациентом, действительно, который попал в лечебное учреждение. А когда он уходит отсюда, чаще всего, знаете, с изумленными или такими спокойными, гордостью глазами, с улыбкой говорит, а я думал, что все будет по-другому. На самом деле мы лечебное учреждение, но мы не лечим, а мы берем сам андракоцинную штучку, а есть кровь, чтобы помочь. С 2014-го благодаря национальному проекту здоровья на станции переливания крови установлено качественное импортное оборудование. Существует здесь и свой банк крови. В нем хранится до 500 литров жизненно необходимой жидкости. Знаете, я очень рада, что кому-то это нужно, потому что, ну, если я могу сегодня поделиться здоровьем, которого у меня много, да, почему бы нет? Сегодня ежедневно требуется кровь в отделении хирургии, травматологии и родильный дом районной больницы. Особенно новорожденным детям. Медики станции переливания всегда на чеку. Всегда готовы прийти на помощь и кадровые доноры, но их мало. И пока их число не вырастет, не прекратятся случаи, когда без крови действительно не обойтись.